Доброго времени суток, подруга или друг. Давай поговорим правду на чистоту по душам. За кого ты вышла замуж или на ком ты женился? Пока девушек трогать не буду в своем рассказе, но я буду рассказывать про то, что происходит в жизни уважающего вроде себя пацана. Ты вышел из благополучной семьи. У тебя в детстве было, как тебе казалось, все. И была такая вещь, как любовь. За твои хотелки пойти поиграться ты был наказан. Тебя били, и тебе это выдавали. Самый ценный человек – твоя мать. Она же святая. Мать – это святое. Она выдавала, что то, что как она издевается над тобой, над твоей жизнью – это любовь. И ты, тебе так забили в голову, не то что программу, а закон, что ты должен жить в говне. И ты притягиваешь свою жизнь другого тирана, между прочим, про тирана. Как ты думаешь, люди меняются, твоя мать поменялась, что ты вырос, и она не могла тебя уже бить и сбивать, как била в детстве, ремнем для поддержания штанов. Оказывается, этот инструмент – ремень для брюк мужских или женских – является инструментом для поддержки порядка в доме, для твоей задницы. И ты притягиваешь свою жизнь другую. Такую же кобру, как твоя мать, которая может показать тебе не только безразличие, но и включить игнор. Она будет игнорировать твою потребность в сексе. И если мать, она не поумнела, она просто начала бояться, что этот дурак, ее сын или дочь, может из-за угла бабахнуть по башке каким-то кирпичом. И она не то, что перестала тебя ненавидеть, она просто боится в страхе, как бы ты ее ни грохнула. Но свой, свою злость, ярость в глазах, что ты какой-то кусок говно, какой-то ничтожество, что ты не имеешь права жить в радости, в богатстве, она будет отражать тебе своими вибрациями. И вот ты решил, притянул такую же кобру, как мама, тебе так комфортно, так легко. Если ты девушка, ты притянула такого козла, который так маскируется. Один вопрос теперь. Представь себе, что какого-то барана положили, ну, засунули в клетку к волку. Это был проведен эксперимент в каком-то университете. Как вы думаете, волк старости годов изменился? А какая судьба того барана? Он же умер от инфаркта, от пары инфарктов. И вот, продолжаю дальше мой рассказ. Тебе хотелось секса, удовольствия. Но в твоей кобре включается режим «как?» А ты заслуживаешь. Тебя чмырят дому по-любому, потому что ты не достоин секса, хорошей жизни. И где-то на стороне находишь подругу, любовницу. Но эта любовница готова тебе позволить хоть ее повесить, разделать, как чикатило на кусочки. Потому что она тебя начинает ценить, любить по-настоящему. Она тебе покупает одежду, но ты не можешь это принять, потому что ты недостоин. Как ты думаешь, почему очень крутые бизнесмены расстаются со своими бизнесами? Чушь, нету. Кто-то со своим жильем, нету. Потому что в нем синдром бездомного. ты хочешь жить в радости, в богатстве, избавиться от тирана мамы. В том плане, что я тебе предлагаю убить, похоронить. Нет. Но просто отпустить, потому что она тебя не отпустила. И ты ходишь к ней в гости раз в неделю, только чтобы подзарядить батареи, чтобы кто-то тебя зачмарил, что ты ничтожился, что ты недостоин жить. И теперь подумай, сколько людей умирает сейчас на Украине? Много, да? А кто для тебя мама? Это же самое святое. Это же святое, блин. А сколько умирают от аборта? Забей, в Яндексе увидишь 7 миллионов нерожденных убитых детей. Кто их убивает? Мама. Все те, кто попадают в психушку, все те, кто сидят за решеткой, одни из однополых, большинство из них, 90% из однополых браков. Вы все возмущаетесь против браков одного пола, вернее, как все те, что в психушке на них подействовала мама, все те, что сидят в зоне, это тоже мама. И потом мама кайфует, она перед всем народом. я же всю жизнь плачу. Я ему собрала посылку, на, сука, эту посылку, только я буду кайфовать, что ты меня не слушал. Я буду смотреть, как ты жалеешь, какая я святая, а ты такой дурак, гниешь в этой тюрьме, в этой психушке, и из тебя сосет кровь твоя жена. Разговор длинный, но ты хочешь поменять эту жизнь. Я могу поменять настройки в твоей голове. Два месяца по одной встрече в неделю длительностью девяносто минут. Восемь встреч. Я из тебя сделаю другого, поверь, такого, какого ты себя не знаешь. Тебя полюбит жизнь. и тебе не надо будет ходить налево к любовнику или к любовницу, потому что у тебя, я называю, что у женщины в трусах банкомат, а у мужчины в трусах карточка от банкомата. Ты начнешь ценить свой бриллиант, который тащишь ты в трусах.